Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с Мути Мэном будем пробовать сладости, которые нам посоветуют Толкинг Бен. Вот этот проказник будет советовать нам сегодня сладости, а мы будем их пробовать. Кажется, он уже недоволен. Бен, мы будем сегодня пробовать сладости? Вредный. В общем, друзья, как обычно, снова мы попадаем в нашу любимую светлавку Атриум. Друзья, только заметил вот эту вот штуку. Приехала к нам вот такая лапша из Японии. Пойдем покажу. Это лапша-рамен-покемоны. Это официальная лапша с покемонами, и внутри она будет выглядеть вот так. То есть там будут кусочки покемонов таких вот. Это Нарутомаки они, по-моему, называются. И кукуруза, и лапша. Короче, прикольная лапша с соевым соусом. Очень прикольная. Если хотите попробовать, если покемонов любите, это кайф. Поскольку у нас был праздник 8 марта, я, кстати, поздравляю всех девочек с прошедшего 8 марта. К сожалению, ролик выходит немного позже, но снимается он 9 марта, по-моему. И, короче, у нас были наклейки, которым мы дарили при любой покупке. Просто зацените, как они выглядят. Ну, как вам? По-моему, выглядит очень круто. Выглядит вообще очень круто. А, и еще из напитков, друзья, появилось сразу две американские новинки. Ну, как появилось? Вернулось, скорее всего. Пойдем попробуем. Это вот такой вот рутбир и крем-сода от A&W. A&W, да, наверное, как? Я надеюсь, что Бен сегодня будет в отличном настроении и он выберет те продукты, которые хотел бы попробовать я и которые будет интересно посмотреть вам. Но, друзья, Бен человек такой. Узнаем, что он скажет. В общем, сейчас мы будем звонить Бену и спрашивать у него, какие сладости, какие продукты нам нужно попробовать. Он нам будет отвечать, да или нет. И уже, основываясь на ответах Бена, мы будем что-то пробовать или нет. В общем, Бен решает, что мы будем пробовать 24 часа. Челлендж. Погнали. Бен. Привет, Бен. Мы видим сразу, он настроен очень плохо. Бен, а ты любишь Светлавку? Бен, ты любишь Светлавку? Бен, мы будем сегодня пробовать японские продукты? Бен, а мы будем пробовать американские продукты? Бен, ты хочешь, чтобы мы попробовали напитки? Бен хочет, чтобы мы попробовали напитки, друзья. Я пока не знаю, правда, какие, наверное, мы спросим у него позже, но пока он, видимо, хочет японские и американские напитки. Если честно, я хочу сегодня попробовать какие-нибудь чипсы или хлопья, поэтому, может, давайте Бена спросим про чипсы или хлопья. Бен, а как ты думаешь, мы попробуем сегодня какие-то чипсы, может быть? Ты хочешь, чтобы мы попробовали чипсы? Бен сказал, мы сделали. Нравится старому. Бен, а ты хочешь, чтобы мы сегодня попробовали хлопья? Видимо, короче, Бен не хочет, чтобы мы пробовали ни чипсы, ни хлоп... Ну да, как мы уже поняли, не хочет он ни чипсы, ни хлопья. Короче, давайте что-то другое у вас спросим. Бен, ты хочешь, чтобы мы попробовали шоколад? И шоколад тоже не хочет. Что он хочет? Он просто хочет американские и японские напитки. Бен, ответь мне, ты хочешь попробовать моти? В общем, мы с Беном переместились к напиткам, которые он так хотел попробовать, видимо, американским и японским. Давайте будем его спрашивать, конкретно какие-то напитки, и он будет нам отвечать. Итак, Бен, что ты хочешь попробовать? Может быть, ты хочешь попробовать газировку, лимонад? Бен, ты хочешь попробовать энергетики? Бен хочет энергетики. Давайте возьмем. Бен, может быть, ты хочешь, чтобы мы попробовали вот этот монстр пунш? Бен, ответь, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы мы попробовали вот этот монстр пунш? Да. Он даже два раза. Хорошо, Бен. Мы его обязательно попробуем. Мы его уже отложили. Может быть, ты хочешь попробовать этот монстр со соком? Нет? Не хочешь, окей. Может быть, ты хочешь монстр пунш? Yes. Yes. Хорошо, Бен, может быть, ты хочешь вот этот фиолетовый монстр попробовать? Понятно, не хочешь. Может быть, ты хочешь попробовать вот этот монстр ультрафиеста манго? No. Понял. Может быть, ты хочешь зеленый монстр тогда, нет? Yes. Yes. Бен сегодня пошел по тяжелому. Yes. Yes. Мы сейчас тебе будем показывать моти, а ты будешь выбирать, хочешь ли ты их или нет, хорошо? Yes. Все, договорились. Итак, Бен, может быть, ты хочешь вот такие моти с бананом? Yes. Ладно, Бен, это твое слово закон. Yes. Хорошо, Бен, а может быть, ты хочешь с мочи моти, нет? Yes. 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 Бен, а может быть, ты хочешь попробовать вот такие странные моти с кунжутом? Yes. Бен, куда столько много? Может, не будешь? No. Ладно. Yes. Итак, Бен, поскольку вышел новый фильм про Бэтмена, возможно, ты хочешь попробовать конфеты из Америки с Бэтменом? Бен, ты хочешь попробовать конфеты с Бэтменом из Америки? No. Ну, ладно. Итак, Бен, ты же хотел американские сладости. Вот, может быть, ты хочешь джели-бели из Америки? No. Почему ты не хочешь? Бен, ладно, может, ты хочешь вот это вот с лимонной меренгой? Хочешь? No. Ладно. Бен, ты вообще хочешь джели-бели какие-то? No. Так какие тогда, скажи, может быть, ты хочешь вот эти вот джу-вел-микс? No. Бен, ну какие ты хочешь? Есть еще вот такие с айс-кремом, с мороженым, может быть? Yes. О, ты хочешь с мороженым вот эти? Yes. Блин, ладно, хорошо, мы возьмем тогда. Итак, Бен, ты хотел каких-то японских сладостей, возможно, ты хочешь вот эти японские леденцы попробовать? No. Не хочет. Бен, может быть, ты хочешь ММДМ с протеин-батончик? No. Бен, я не понимаю, что ты хочешь. Может, хочешь кит-кат-чанки? Хо-хо-хо. Ясно. О, Бен, может быть, ты хочешь поп-тартс? Yes. Круто. А какие ты хочешь поп-тартс? Может быть, ты хочешь черничный поп-тартс? Yes. Окей. О, Бен, может быть, ты хочешь жвачку какую-то американскую? Может быть, ты хочешь вот такие вот леденцы айс-брейкерс? Yes. Окей. Ну что, Бен, хороший у тебя выбор вышел. Yes. Согласен. Итак, в общем, вот что выбрал Бен. Получается, он выбрал какие-то леденцы, поп-тартсы, разум, вот такие уже такую жвачку, а мороженое, моти с кунжутом, банановые моти, моти с мачей и три монстра. Ты хочешь, чтобы мы что-то убрали из этого? Бен, ты хочешь, чтобы мы что-то убрали из этого списка? No. Бен, ты хочешь, чтобы мы что-нибудь убрали? No. Бен, ты хочешь, чтобы мы что-нибудь убрали из этого списка? No. Бен, ты хочешь, чтобы мы что-нибудь убрали из этого списка продуктов? Yes. Ты хочешь, чтобы мы убрали вот эти моти с бананом? No. Так, ладно, оставляем. Ты хочешь, чтобы мы убрали моти с мачей? Бен, ты хочешь, чтобы мы убрали моти с мачей? No. Хорошо, оставим. Ты хочешь, чтобы мы убрали какой-то из монстров? Хорошо. Ты хочешь, чтобы мы убрали зеленый? Так, ладно, оставляем. Бен, ты хочешь, чтобы мы убрали розовый монстр? Бен, нет. Бен, давай уберем вот эти моти с бананом. Давай уберем моти с мачей. Хорошо, давай. Итак, ну мы, получается, определились со списком продуктов и попробуем их прямо сейчас с нашим другом Беном. Ну, он, видимо, не думает, что мы его друзья. Бен сделал свой выбор. Он выбрал, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бен выбрал, в общем, восемь продуктов целых. И мы сейчас будем их все пробовать, так сказать, обозревать, получается. Погнали. Итак, первый, в общем, продукт, который нам посоветовал Бен, это вот такие моти от бренда QID. Это должно быть какао-моти со вкусом банана. Я, если честно, их ни разу не пробовал. Будет интересно попробовать, что нам посоветовал Бен. Итак, что у нас внутри? Давайте посмотрим. Итак, а внутри, ого, что это такое? О, какие они милые! Я даже не знал, что они... Выглядит очень круто, кстати. А что же внутри, что же внутри? Вау! Они такие маленькие, как они супермаленькие. Бааа! Ммм! Кстати, правда вкусно? Если честно, эти моти похожи на банановое молоко. Очень вкусно. Я реально ставлю лайк. Бен фигни не посоветует. Их так удобно есть. Так, берешь и сел. Вот такие вот леденцы, друзья. Айсбрейкер со вкусом фруктов. Это у нас со вкусом апельсина, кстати. Открывается вот так вот. О, кстати, очень быстро открылось. Кстати, тут очень прикольная упаковка. Тут можно открыть вот эту сторону. И тогда у нас... Ого! Вау! Они такие красивые. Вот можно, в общем, открыть, чтобы было много сразу. А можно открыть так, чтобы достать только одну. Хоп! Кайф! Давайте же возьмем одну штучку и попробуем. Ммм! Знаете, они на вкус как фанта, кстати. Чувствуется, знаете, вот этот вот холодок. Много мяты очень. Но в то же время леденцы очень-очень сладкие. Короче, очень крутая штука. Блин, пока что Бен меня прям радует. Супер топ. Друзья, где же наша следующая слость, которую выбрал Бен? Она находится вот тут. Вот он уже ее украл, блин. Ладно, не страшно. В общем, это джели-бели со вкусом мороженого разнообразного. Тут есть вкус яблочного пирога, тортика на день рождения, шоколадная мята. Просто шоколадный какой-то шоколадный вкус. Апельсиновый чербет, сорбет. И клубничное мороженое. Круто вообще выглядит. Ну, шоколад. Реально просто шоколад. Берсдей кейк. Вот это вкусно. Короче, ваниль. Какая-то сладкая сахарная вата. Ваниль что-то такое на вкус примерно. Эппл пай. Я обычный пирог. Блин, вот это вкусно очень. Вот это самое крутое. Я сейчас пока что, который попробовал, самое крутое. Давайте мяты попробуем. Вот такой вот зелененький. Это второй топ. Или, блин, даже на первом, наверное, месте. Еще вкуснее, чем я бы супер. И последний у нас остался клубничное мороженое. Пробуем. Кстати, прикольно. Такая кислая клубника прикольная. А, еще апельсиновая мы забыли. Просто апельсин, типа. Не, тоже, конечно, вкусно. Ребят, всему этому набору я ставлю просто реальный топ. Может реально Бен знает, что выбирать? Типа, мы хотели что-то другое взять. А вот Бен нам подсказал это взять. Ставлю лайк. Итак, друзья, следующий напиток. Это монстр. Мы, в общем, будем его сейчас открывать и пробовать. О, да. Друзья, вот этот цвет. Вау. Он как будто светится. Кубочку. Офигеть. Че? В общем, во-первых, это монстр без сахара. Я вот лично чувствую здесь какой-то киви, грушу, наверное. Вот что-то... А, киви, грушу, яблоко. Вот что я чувствую. Такие зеленые, короче, фрукты. Я вообще фанат монстров. Это, наверное, мой самый любимый напиток. Очень круто. Давайте к следующему. И следующая, друзья, сладость. Это поп-тарт. Это такие пирожные, наверное, да? А сверху находится глазурь, которая разноцветная. Она похожа, чем-то, знаете, на глазурь, которую на тортик кладут. Вообще, кстати, их нужно делать в микроволновке или в тостере. Но у нас ни в микроволновке, ни в тостере. Поэтому пробуем так. Это не сильно влияет на вкус, это влияет лишь, как бы, знаете, на текстуру. То есть, если их разогреть, то сверху вот эта глазурь, она будет, типа, поплавиться. Давайте откроем и попробуем. Просто посмотрите. Выглядит топ. Ну, съехал немножко. Этому и ничего страшного. В общем, выглядит вот так. Давайте разломаем и посмотрим. В общем, вот что внутри, друзья. Внутри находится такая начинка из черничного джема. Ну что, попробуем. Блин, прикольно. Очень знакомый вкус, как будто по-домашнему, если честно. Штука очень уникальная. Да, и чего-то подобного по вкусу вы точно не найдете. На самом деле, эта штука прям для завтрака очень сильно подходит. Блин, Бен, это реально кайф. Бен, скажи мне, почему ты вот выбрал эти конфеты или жвачки, что это? Это вкусно? Невкусно? Зачем ты их выбрал? Он издевается. Вероятно, это невкусно. Давайте попробуем. Это должно быть конфеты, которые кислые. Потом ты их разжевываешь, они становятся жвачкой. Что-то такое. А вот отрывашка. В общем, вот так они выглядят в руке. Блин, они, короче, выглядят прикольно. Они такого странного, какого-то необычного текстуры, необычного цвета. Давайте, короче, попробуем. Ну, как будто клубника просто. Ой. Написано, что если их продолжить жевать, то они пройдут с жвачкой. Но пока она просто раскрошилась у меня во рту. Стоп, чего? Чего? Она что, и кислая? Это, получается, какая-то кислая жвачка. Кислая жвачка. Она, кстати, вот реально конфета превратила в жвачку. Когда ты начинаешь ее жевать, она сначала у тебя распадается на множество кусочков. И потом, когда ты продолжаешь жевать, она так соединяется, и получается жвачка одна. Она еще кислая. Бен что-то жесткую посоветовал. Это что-то очень кисло для меня. Итак, Бен насоветовал нам вот такие моти с кунжутом. Друзья, если честно, я уже пробовал вот эти моти, и я скажу честно, они по вкусу не очень. Они еще не открываются. Ага. Внутри они оранжевые. Ой. Такая красивая упаковка. Но... Короче, это должны быть моти с бобами. Моти с бобами? Как могут быть вообще моти с бобами? Ладно. Откроем. Друзья, не знаю, вкусные, невкусные, но раз Бен посоветовал, надо пробовать. Эм... Это что? Э, моти. Выглядит на самом деле очень странно. Как будто это не должно быть что-то сладкое. Эм... Надеюсь, это булочка с маком. Это ужасно. Не. Не могу доесть. Фу. Не. Хотя... Стоп. Что-то в этом есть? Нет. Стоп. А знаете, чем больше я это ем, тем как-то больше мне это нравится. Но нет, все равно невкусно. Какая-то ужасная штука. Моти сделаны из кунжута, как будто все. Еще внутри какая-то черная, какая-то паста странная. Бен, зачем ты мне посоветовал такие невкусные моти? Понятно, ему как обычно смешно. А он только смеется. Вот такая вот у нас с ним отношения. Не вот такие вот. Бен, ты надо мной издеваешься? Yes. Что и требовалось доказать. И последний продукт, который выбрал Бен, это вот такой монстр. Монстр Pacific Punch. Это какой-то должен быть среднеокеанский пунш. Я не знаю, честно, что это такое, но банка. Просто посмотрите, как она круто выглядит. Это просто акулы какие-то, моря, компасы, какие-то веревки. Видно, что это какая-то, знаете, как будто пиратская тематика. Выглядит вообще, как карта какая-то, знаете. Блин, короче, очень красивая упаковка. Вау, что за цвет? Выглядит, как яркая-яркая какая-то фанта. Давайте же попробуем. Вау. Если честно, блин, какой он вкусный. Во вкусе манго. Апельсин какой-то, возможно. Блин, очень вкусный. Знаете, в меру сладкий. Вот, вот кисло-сладкий. Это очень вкусно. За этот напиток, на самом деле, говорит его цвет. Как-то его цвет, он очень отражает вкус. Вот такой вот он приятный, тёплый, с соком с каким-то. Наверное, один из моих самых любимых монстров. Вот, знаете, если честно, очень похож на какой-то мультифруктовый сок. Очень вкусный. Если вы попробуете, или если вы уже пробовали, то напишите в комментариях, как вам на вкус. Мне лично очень нравится. Очень крутой энергетик. Бен, скажи, что тебе больше всего понравилось из сегодняшнего нашего обзора? Монстры? Вот мне тоже больше всего понравился монстр. Особенно, знаешь, что этот вот... Бен, как ты думаешь, что этот энергетик – это топ? Я увольняюсь.